Доброе утро, дорогие друзья! В наше непростое время важно сохранить и укрепить, что, конечно же, не только мышечный корсет, но и иммунитет. В студии друг нашей программы, врач-аллерголог-иммунолог Вероника Калинкина. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, Вероника! Самое время действительно напомнить о том, как сохранить и укрепить иммунитет и на что в первую очередь стоит обращать внимание. Ну, в настоящее время усугубляется ситуация тем, что преимущественно у всех малоподвижный образ жизни. Вы согласны со мной? Да, абсолютно. Мы тому явное подтверждение. Да, и поэтому, соответственно, это все-таки, я всегда говорю, что физическая нагрузка всегда должна быть для того, чтобы работал иммунитет. Но в настоящее время это усугубляет наше состояние, поэтому хотя бы в домашних условиях всегда нужно заниматься, хоть хотя бы йогой. Йога – это действительно очень неплохо для иммунной системы и вообще для всех систем организма. И не забывать про контрастный душ, про закаливание. Да, ну и основное – это, конечно, витамины. Витамины, основные, которые я рекомендую в настоящее время – это витамин С, витамин Д и цинк, микроэлемент. Вероника, можно сразу вопрос? Да. В гречке есть витамин какой-нибудь? В гречке очень много всяких витамин и микроэлементов. Витаминов, да. Но все равно она не обеспечивает всего необходимого, тем более витамина С там нет. Вот так. Да, там больше микроэлементов, аминокислот в гречке содержится. Но это далеко не содержит ни витамина С, ни витамина Д. Витамин Д преимущественно находится в рыбах жирных сортов, в грибах есть. Поэтому, а витамин Д мы получаем от солнечных лучей. В настоящее время, к сожалению, ну, во-первых, мы живем на севере, сейчас пасмурная погода, солнца вообще мало. Даже те, кому везет идти на работу, да, даже этим людям недостаточно солнечных лучей. Вот. И поэтому, чтобы обеспечить себя витамином Д, который непосредственно тоже помогает иммунной системе, защищает наш организм от респираторных инфекций. И поэтому витамин нужно Д принимать дополнительно в виде капсул. Ну, капсул, либо растворенные капли, которые можно приобрести в аптеке. Вот. Ну, витамин С, я сказала, что в гречке его нет, он находится по фруктам, да, вы знаете, в овощах. Но фрукты сейчас уже бесполезно есть, в них ничего не содержится. Это ценного с лета, потому что они пролежали до весны, в них ничего нет. Еще цитрусовые на процентов 40 содержат витамина С, но все равно этого недостаточно. Поэтому, конечно, тоже дополнительно нужно витамин С употреблять в виде дрожжа хотя бы. Вот. Ну, и еще помощь шиповник. Он по содержанию витамина С лидирует, поэтому и киви. Хотя бы, ну, киви, опять же, повторюсь, в нем тоже мало витамина С, но хотя бы как-то себе помочь. Да. А мы еще слышали, вот, может быть, это миф, что квашеная капуста. Вот. Действительно, да, богата витамином С. Так ли это? Квашеная капуста содержит витамин С, но не в том количестве, как шиповник, как перец, как тот же киви, даже если он уже пролежал с лета. В квашеной капусте, квашеная капуста вообще очень полезна, поэтому, конечно, ее нужно есть и по витамину С хотя бы максимально, да, чтобы себя обеспечить. Не забываем про тварь шиповника и едим квашеную капусту. Я здесь подтвержу этот тоже момент, да. Хорошо, но вот одно из самых популярных сейчас, точнее, продуктов, тот продукт, который растет как биткоин просто, как, я не знаю, как что-то невообразимое, как золото, имбирь. Имбирь в домашних условиях, нужно ли его употреблять? Ну, конечно же, все знают, что нужно его употреблять, но как его приготовить? Что это нужно? Сырым его есть? Натираться? Может быть, ходить по дому? Что нужно сделать? Имбирь лучше всего настаивать в воде. То есть, можно вместе с лимоном поставить в кувшине, чтобы он отдал все полезные свойства воде и уже в таком вот виде его употреблять. Мелко-мелко его, конечно, покрошить для этого, чтобы максимально, скажем, увеличить поверхность кусочка, которая будет отдавать полезные свойства. Не кусман такой положить, а мелкие кусочки. И, соответственно, уже потом в течение дня пить этот напиток. Это будет действительно полезно. Ну и добавлять можно в чай, конечно, но это не совсем может быть кому-то приятно будет в чай. Ну, на самом деле, очень полезно. Вот чай с имбирем, особенно те, кто уже заболел, это вообще необходимо просто принимать. Либо вот хотя бы в таком вот виде, как я вам сказала, вместе с лимоном в воде настаивать и пить в течение дня. Ну вот как в сложившейся ситуации, да, когда люди начали все-таки обращать внимание на здоровье, к вам как к врачу. И вот ваш профессиональный взгляд. Сейчас люди в сторону своего здоровья, в сторону поднятия своего иммунитета, укрепления иммунитета. Да вообще, в принципе, в сторону здорового образа жизни стали все чаще глядеть в нужном направлении. Сейчас, да. Ну, я заметила вообще и среди своих пациентов, и среди своих знакомых вообще все больше как бы думают о своем здоровье. Мне это очень нравится. Все стали думать о правильном питании, заниматься спортом. Вот. Потому что уже давно это понятно, что это немаловажная часть нашей жизни и здоровья. Это не какая-то волшебная пилюля, которую мы выпили и оздоровились. То есть прежде всего это образ жизни. То есть занятие спортом, правильный режим дня. Вот. Ну и, соответственно, еще и работа над собой. Тут уже подключается психология. То есть положительный настрой, положительные эмоции, они тоже помогают нам в нелегкий такой период. Поэтому это тоже надо об этом не забывать. Да, Вероника, вот сейчас, в то время, когда свежего воздуха недостаточно, и мы немного ограничены в свободном передвижении по городу, все-таки это сказывается на иммунитете? Полноценное отсутствие вот свежего воздуха? Конечно. Поэтому здесь я порекомендую, что, конечно, радоваться тем, кто ходит на работу. Что мне тоже посчастливилось. Ну, опять же, радость за других. Поэтому максимально медленно идти на работу заранее, выходить пешочком, да? Ну, не то, что медленно. Лучше, конечно, должен быть темп быстрый, но стараться идти, в общем, на работу пешком хотя бы так. Ну, и кто больше дома проводит время, хотя бы на балконе. Одеться комфортно, тепло и устроить себе с балкона такую комнату отдыха и наслаждаться, да, воздухом хотя бы на балконе. Но это как бы смешно не было, но на самом деле это проблема большая. И по поводу солнечных лучей, у кого солнечная сторона, тем еще больше повезло. Хоть открытые участки тела, чтобы получали солнечные лучи. Ну что же, я думаю, что все внемлют, а те, кто не поймут и не внемлют, подпишутся на вашу страничку в Инстаграм, вы там все подробно расскажете, потому что мы регулярно смотрим и лайком. Вероник, спасибо огромное. Ждем, конечно же, еще вас в нашей программе. Доброго бодрого утра желаем вам. Спасибо. Будьте здоровы.